Могут ездить бесплатно на всех видах городского транспорта. Об этом договорились Управление транспорта города и перевозчики. Однако не все водители и кондуктора знают о новых правилах и требуют с незрячих плату за проезд. Станислав Михайлов с подробностями. Инвалид по зрению Елена Худякова часто сталкивается с непониманием водителей, когда предъявляет свою проездную карту. Некоторые перевозчики не выпускают женщину из автобуса, пока та не оплатит проезд, или просто отказываются везти. Некоторые просто пытаются нашу карточку к своему терминалу, считая, что там какая-то должна быть сумма денег нам выдаданная, что ли. Я говорю, нет денег, значит выходите. Транспортную карту людям с проблемами зрения выдают в Хабаровском отделении Всероссийского общества слепых. Всего в нем состоит 519 человек. Не все из них абсолютно незрячие. Есть инвалиды второй и третьей группы. Они тоже практически не видят, но не ходят с тростью и не надевают черные очки. У кондукторов такие пассажиры вызывают сомнения. Есть светоощущение, видит кто-то центральное зрение, у кого-то наоборот боковое. Он пользуется этим зрением и ходит прекрасно без трости. А внешне это не видно, что у человека плохое зрение. И, конечно, в этом есть какое-то недопонимание. Социальные транспортные карты для слепых выпущены ограниченным тиражом. Инициатором проекта стало городское управление транспорта. Перевозчики идею поддержали. Инвалиды по зрению при предъявлении индивидуальной карты могут ездить бесплатно на автобусах, трамваях и троллейбусах. Сегодня на всех маршрутах, на всех возят совершенно этих людей бесплатно. Значит, мы эту тему обсуждаем еженедельно на собраниях. Все вопросы, которые возникают, мы их все разрешаем. В случае возникновения спорных ситуаций, пассажирам предлагают обращаться в управление транспорта Хабаровска по номеру, который указан на проездной карте. Станислав Михайлов, телеканал «Губерния». В будущем году специальные транспортные карты будут предусмотрены и для других льготных категорий хабаровщан. Заявления на их получение начнут принимать уже с января. Лимит на счете составит 1000 рублей. Если человек посчитает, что ему невыгодна такая карта, он вправе выбрать денежную компенсацию. Претендовать на социальные транспортные карты могут школьники из многодетных семей, пенсионеры и другие льготники. Заработают карты с июня следующего года, а с января начнут принимать заявки. Их можно оформить в любом центре социальной поддержки или МФЦ. В Краевом министерстве соцзащиты подчеркивают, что для льготников, которые не подадут заявление о предоставлении бесплатного проезда, сохранится компенсация за проезд на дачные участки. Продолжение следует...